В интерьере классной комнаты музея Симбирской классической гимназии на стене висит уникальная карта полушарий, изданная в Санкт-Петербурге в 1841 году писателем, педагогом и издателем Иваном Эйнерлингом. В чем ее уникальность? Прежде всего на ней мы не найдем шестого материка Земли Антарктиды. На тот момент, когда была напечатана карта, он уже существовал, однако на карту его не успели внести. Есть земля Эндерби в восточном полушарии, остров Петра Первого и берег Александра Первого в западном. Также антарктический архипелаг, на самом деле полуостров. К тому же на карте Новой Зеландии расположена в западном полушарии. Есть на карте ушедшие географические названия. Берингово море на карте именуется Бобровым. Так оно называлось еще на картах 18 века. Существовал еще вариант Камчатское море. В дальнейшем море было переименовано в честь мореплавателя Витуса Беринга. Тихий океан, самый большой по площади и глубине океан, обозначен с юга как Великий Южный, а с севера как Великий Северный. А северный Ледовитый океан не указан вовсе. На современных картах название Южный океан встречается вновь. На карте 1841 года можно найти несколько еще не исследованных территорий. Самое крупное белое пятно – экваториальная Африка. Субтитры создавал DimaTorzok